Добрый вечер, друзья! Спасибо, что досидели до такого времени. Я сейчас выступаю последний. У нас, на самом деле, неограниченное количество времени. Но думаю, что все-таки минут 40. Я хотел бы, в принципе, меньше всего рассказывать о себе, больше всего рассказывать о том, что интересно вам, и я думаю, что у вас наверняка есть вопросы по социальным сетям. Назову площадки, которые я знаю хорошо, либо неплохо. Это Facebook, ВКонтакте, Instagram. Instagram, я думаю, вам интересен в первую очередь. Чаще всего я работаю и рассказываю о нем в последнее время, потому что Instagram – это одна из самых актуальных площадок. Есть уже опыт работы с Перископ. Сразу могу сказать, что это был опыт с галереей. Торгово-раскоррескопный комплекс, наверное, вы знаете. Ну и, собственно, наверное, все-таки нужно рассказать, кто я такой. Я занимаюсь продвижением в социальных сетях, рекламой в социальных сетях. Примерно 6 лет. Это, в принципе, столько, сколько этой профессии существует. И, в общем-то, есть у меня и ряд кейсов, связанных с модой. Так получилось, что мы дружим с Биином. У меня там, кстати, есть колонка, где вышло уже, если не ошибаюсь, 5 или 6 материалов. Вот скоро мы готовим новый. Ссылки на статьи, о которых… Некоторые из них выглядят как готовые мануалы инструкции по настройке рекламы. Именно для молодых дизайнеров, именно для модельеров. Я дам вам ссылки, предпочитаем их в конце. И хотелось бы рассказать немножко о своем опыте. Я знаю, что у нас тут все самопрезентуются бесконечно. Я постараюсь сделать это максимально быстро и безболезненно. Это, пожалуй, самые громкие площадки, мероприятия, которых мы продвигали. Самые громкие бренды. С WordPress Photo это было еще на заре SMM. Мы там использовали Foursquare, которые сделали это одни из первых в стране. Получилось довольно неплохо. Продвигали WordPress Photo сразу и в Москве, и в Петербурге. Недавно продвигали большое мероприятие с ППГУ. Использовали и в Facebook, и в ВКонтакте, и в Instagram. Тоже был весьма интересный опыт, который привел к тому, например, что в Instagram нас заблокировали. Если хотите, потом подробнее могу рассказать, что это было. Ряд концертов, кинопоказов в Эр-Арте. Там были и кинопоказы. Я занимался кино арт-хаусным, продвижением его в социальных сетях. Это фильмы из Каннского, Венецианского пула. Ксавье Далан, может быть, вам что-то и такое имя говорит. Софи Марсо, Луи Горель. Вот фильмы с этими замечательными ребятами мы продвигали. В том числе устраивали показы в Эр-Арте. Ну и концерты мы там тоже рекламировали. Именно в социальных сетях. Мероприятие Государственного Эрмитажа был интересный опыт. У них был полуопера, полубалет, полулекция. Тоже мы их продвигали в Фейсбуке и в Инстаграме. Не взирая на, казалось бы, такую массивность и косность этой структуры, они тем не менее тянутся к новым формам продвижения и маркетинга, в том числе и в социальных сетях. Я, кстати, в Эрмитаже, в главном штабе Эрмитажа. Они проводят новогоднюю елку. Я там был Дедом Морозом, ходил в подарки, раздавал. И сейчас мы рекламируем несколько мероприятий, которые проходят в Yota Space. Вот здесь, в Москве. Довольно много было, собственно, у меня кейсов. Наверное, вам это может быть не очень интересно, связанных с различным FMCG, то бишь товарами массового спроса. Собственно, откуда такие крупные бренды у, казалось бы, небольшого агентства? У нас всего пять человек. Очень часто мы выступаем таким SMM-подрядчиком-невидимкой. То есть есть большие пиар-агентства, которые давно кормятся с всяческих Coca-Cola, Carlsberg, KFC, Pizza Hut. И в какой-то момент клиент говорит, ну, давайте еще сделаем продвижение в социальных сетях. А пиарщики-то этого делать не умеют. Они умеют красиво говорить, придумывать красивые концепции, когда ходят до дела, да, и вот ничего, кроме постинга, постов, это самое примитивное, элементарное, они делать не умеют. Потому что то, что умею делать я со своей командой, это находится вот на стыке гуманитарной истории, которую мы все прекрасно знаем, и айтишной истории. И здесь как бы самый сок, и самый цимис, и здесь, в общем-то, происходят самые острые атаки, которые интуитивно непонятны. Это сфера, которую нужно изучать, которую вот я шесть лет всячески колупаю. И, собственно, довольно часто к нам обращает пиар-агентство. Паша, можешь со своей командой вот нам сделать продвижение в социальных сетях с помощью вот этих ваших всех таргетингов, ретаргетингов, пикселей и виджетов, то, чего мы не понимаем. Собственно, оттуда у нас в портфолио такие крутанские клиенты. Иногда некоторых крутанов я не могу вам сказать, потому что НДА мы подписывали, соглашение о неразглашении. То есть мы выступаем такими с СММ-невидимкой. Довольно много продвигали мы концертов. Это было скорее из любви к искусству, потому что в музыкальной сфере, собственно, как и в сфере независимого дизайна и моды, не так много денег. Но, в общем, такие были концерты. Я здесь перечислил, пожалуй, их было значительно больше. Те, которые, может быть, были бы интересны вам. Если у вас будут вопросы о том, как продвигать именно концерты и мероприятия, здесь вот мы съели самую большую собаку. Кровосток был совсем недавно, продвигать, конечно, его было легко. А вот на ЗМС, кстати, продвигать было сложно, как ни странно. Очень плохо разбирали билеты. Red Hot Chili Peppers – это был опыт сотрудничества с Tuber Green Fest. Мы, соответственно, ввели ВКонтакте и Фейсбуке, когда они выступали в рамках этого большого мероприятия. И последний опыт, связанный с кино. Это кинокомпания Paradise Group, которая тоже сейчас хочет пробовать различные СММ-инструменты. И вот, пожалуй, самый интересный фильм, из которых мы продвигали. Там было несколько, о которых я не буду вам говорить. У них рейтинг на кинопоиске, по-моему, 3.1 из 10. Но три девятки пошли неплохо. Там Стас Зельвенский за афиши их похвалил. Вообще были хорошие сборы. Но там довольно стильная история. Оператор – тот, кто отвечает за визуальный ряд True Detective. Кейси Аффлек, Кейт Уинслет в роли такой суровой женщины, которую зовут, по-моему, Катя Семенова. Она играет там русскую еврейку, которая убивает людей. У нее на груди набит Маген Давид. В общем, она в таком жестком, необычном баламплуа. Конечно, продвигать фильмы в Фейсбуке и в Инстаграме было легко и приятно. Но, естественно, мы просто знаем кое-какие ходы. Потому что, когда люди видели рекламу в Инстаграм фильм, они очень радовались, реагировали весьма положительно. Потому что обычно они видят там нечто, что их не радует. Начиная от маникюра и заканчивая форексом. Это то, что мы обычно там видим. А здесь они реагировали с большим-большим удовольствием. И последняя инициатива, в которой мы участвуем, ТЭД, обращаю внимание, что не сам, конечно, ТЭД, а ТЭД-Х, но получить его лицензию весьма и весьма сложно. В Москве было, по-моему, ТЭД на Покровке несколько лет назад. Вот в Петербурге его организовывает высшая школа экономики. Я там и спикер, и мы же его и продвигаем. В том числе и в Инстаграме. Я дальше покажу довольно интересную историю. Мы придумали, ну, как мне кажется. Ну, наверное, знаете этот проект. Если не знаете, то рекомендую с ним ознакомиться. Моя любовь к ТЭДу началась с выступления Эми Малинс. Если ни разу не смотрели конференции ТЭД, посмотрите Эми Малинс и ее 34 ноги. Потому что она там тоже связана с фэшном. Это женщина-путант, очень красивая, которая стала довольно известной моделью. И ей разные крупные модельеры дарят свои фирменные ноги. Там и со Сваровски, и такие, и сякие, и сразу же с обувью. И она ходит с ним вообще гореть на показах. Очень вдохновляющий спич. Я бы хотел рассказать о своем опыте именно продвижения в социальных сетях модной индустрии. Потому что я выступал… Какая была история? Выступал я на прошлом Being Open. И после этого ко мне обратился ряд молодых марок. И я довольно хорошо пощупал всю эту историю. Они были преимущественно из Петербурга. Со всеми с ними мы хотели работать. Мы не обязательно работаем с клиентами уровня Кока-Колы. И я могу сейчас сказать, какие есть заблуждения и проблемы в сфере СММ, которые вы могли бы примерить на себя. В первую очередь, что происходит вообще в мире СММ? Social Media Marketing. Если вдруг забыли мы, как это расшифровывается. Вот данный Headhunter портала Коса. Есть такой портал коса.ру. Наверное, буду какие-то ссылки писать. Хочу сразу написать вам три адреса, если будет видно, которых можно почитать о digital маркетинге нормальных, потому что очень много всякого шлака. Есть коса.ру. Это оттуда слайд. Есть лайкни.ру. Да, красный будет лучше, я тоже так думаю. Сейчас, секунду. Коса пишется C-O-S-S-A. Такое странное слово. Лайкни пишется вот таким вот образом. Там довольно много кейсов и полезных советов реально. Ну и, пожалуй, веб-серафан. Если не считать их заглушку страшную, которая вылезает во всем остальном, прекрасный сайт. И, кстати, везде… Ну и, конечно же, Цукерберг позвонит, который сейчас называется Весиру. Он немножко про стартапы, но про digital маркетинг там тоже есть. В общем-то, везде есть и мои интервью здесь, и материалы с моим участием. Так что происходит с SMM-индустрией и конкретно профессией? Вот расскажу о своем опыте, который подтверждает данные Headhunter. На данный момент SMM-щик – одна из самых востребованных профессий на российском рынке, в принципе. Всем нужны SMM-щики. То есть SMM-щики, в общем-то, без работы не сидят. Но обратите внимание, что происходит с их зарплатами. То есть, получается, у нас SMM-щик в прошлом году впервые из всех digital профессий, как-то связанных с IT, косвенно или напрямую, вырвался в лидерство и стал самой востребованной профессией. И при этом самой низкооплачиваемой. То есть, как бы, что это означает? СММ-щики, все хотят SMM-щиков, все хотят SMM-щиков за очень дешево. Потому что представление об индустрии, о том, как это делается, оно упрощенное, если не сказать примитивное. То есть считается, что SMM-щик – это тот, кто постит посты и договаривается с другими группами о публикации или с другими ресурсами. И большинство людей считает, что в этом и есть весь social media marketing. На самом деле, это процентов 5 примерно той работы, которую делает SMM-щик. И поэтому люди думают, ну что там посты писать? Ну кто из нас посты не умеет писать? Это же элементарно. Картинку подобрать, текст написать, договориться с группами, что там админом другим написать, грубо говоря, давайте вы разместите пост. Поэтому люди считают, что SMM-щик – это вот что-то среднее между секретаршей и, я не знаю кем, хостесом. Поэтому логично платить ему 5 тысяч рублей в месяц, 10 тысяч рублей. А еще очень сильно этот рынок испортила Украина и Беларусь. Украине, как вы понимаете, сейчас непросто. И учитывая, что они владеют русским языком, а специфика их социальных сетей во многом похожа, они вот как раз дизайнерам и молодым маркам предлагают продвижение в Инстаграме, например, за 4 тысячи рублей, за 3 тысячи рублей. Когда ко мне обращаются, собственно, дизайнеры, как это произошло с прошлым форумом, они, конечно, были неприятно удивлены, когда я им сказал, что мы начинаем сотрудничать от 60 тысяч рублей. Я могу сейчас объяснить, как складывается это ценообразование, потому что вот им предложили за 5 тысяч рублей. Логично, что они выбирают тех, которые за 5 тысяч рублей. Я вам могу сказать, что вам сделают за 5 тысяч рублей. Это элементарно. Вы это можете сделать и сами. Вообще за 0 рублей, потратив 30 минут своего времени. Это вот как раз самые живые подписчики, без накруток, без ботов, настоящие люди. Это вот то, что вам предложат. Это действительно живые, настоящие люди. Просто человек возьмет вот это вот, украинский фрилансер, предположим, либо там московский фрилансер, возьмет у вас 5 тысяч рублей. Он зайдет на сайт One Million Likes и Инстагресс, настроит его. Вы тоже с этим справитесь, поверьте. Он стоит 600 рублей в месяц. То остальное он положит себе в карман. Но это тоже труд, безусловно. Потому что там не так-то все просто. Там нужно настраивать, вводить хэштеги, вводить конкретные аккаунты, которые будут пролайкиваться. Но это массфолвинг и масслайкинг. По некоторым данным, слухов среди СММщиков, вся эта история закончится 1 июня. То есть вот эти все моменты, приятные в кавычках утренние моменты, когда мы открываем с утра Инстаграм, мы видим, что на нас подписалось 10 человек. Мы видим, что это маникюр из Воронежа, гаражи в Бирюлево и парикмахерская в Бутово. Вот они 1 июня закончатся, осталось терять совсем чуть-чуть. Потому что Инстаграм меняет свой API. Но это не проверенная информация, но, как вы понимаете, это сейчас самое слабое место Инстаграма. Потому что довольно сложно стало дышать всем, в первую очередь, пользователям. Во-вторых, вам, как рекламодателям, может показаться, что массфолвинг и масслайкинг это единственный способ, который может использоваться. Во-первых, многие считают, что этот способ уже неэтичен. Это попросту стыдно. Я отношусь к этому нейтрально. Это продолжает работать, черт побери. Но это опасно. Потому что мы использовали платформу Инстагресс. Все-таки я не буду их рекламировать, но тем не менее я о них расскажу. Есть три платформы в России, самых популярных и, пожалуй, самых недорогих. Инстагресс.ком, как инста и прогресс. One million likes, пишется вот так вот сложно. Один млн лукс, по-моему, вот так вот, если не ошибаюсь, ру, возможно, ком. И тулиграм, который самый популярный и самый дорогой. Я вам это рассказываю. Вы, наверное, знаете, да, все эти три сервиса. Они очень известны. Это такой минимальный уровень вхождения. Кто-то знает, кто-то не знает. То есть, кстати, вы знаете, что этот, ну, вот этот способ рекламы, он преимущественно в России и в странах СНГ развит, да? Потому что это вот русский СММ, он всегда такой, ну, беспощадный немножечко. И знаете, какой еще рекламный инструмент, который процветает у нас? Сейчас тоже дам несколько ссылок. Существует только на русскоязычном пространстве. Это то, что СММщики называют органическая реклама. Они же платные посты, уже в других существующих, не ваших популярных математических пабликах. Они же, в принципе, работа с блогерами, биржи органической рекламы еще их называют, посев еще постов их называют, да? В чем смысл? Это чаще всего как раз в ВКонтакте и в Инстаграме, да? Когда мы договариваемся вручную либо через биржи с уже популярными существующими аккаунтами, если мы говорим про Инстаграм, и группами и пабликами, если мы говорим про ВКонтакте, о том, чтобы вышел анонс. Вы, наверное, знаете этот инструмент, да? Его еще можно получать бесплатно, тогда это можно называть инфопартнерство. Но вот в русском СММ это уже называется органическая реклама. Так вот, такую штуку делают только в России. Весь остальной мир понятия не имеет об этом инструменте, что так можно делать. И он, как вы понимаете, не очень официальный. Я бы хотел бы все-таки… но он на самом деле неплохой. Это не масса-фолловинг. То есть, что может упростить вам жизнь, когда вам нужно опубликовать пост у вас в ВКонтакте либо в Инстаграм. Значит, в Инстаграм это лейбл-ап. Очень удобный сервис. Кирилл Борисов его сделал. Недавно смотрел их вебинар. Все бы хорошо, но у них комиссия 35%. То бишь, они берут сверху за факт сотрудничества вашего размещения в различных аккаунтах, которых вы выбираете. И, пожалуй, наиболее крупный игрок это SochiAid. СоциАТе. Мои приятели хорошие, авторизованные партнеры ВКонтакте и в Инстаграм теперь тоже мы можем размещаться. Это к вопросу об Инстаграме, который является для нас наиболее актуальной площадкой. Может быть, есть сразу у вас вопросы по масс-фолловингу и по биржам? Как с этим работать? Вот, может быть, вообще вы не понимаете, о чем я говорю, что такое масс-лайкинг, масс-фолловинг. Давайте проговорим. У вас? У меня такой вопрос. В Европе пока не знают или там уже прошло это все? Да, если вы когда-нибудь посмотрели лекции по западному интернет-маркетингу либо читали книги, у вас, наверное, вы были, возможно, слегка разочарованы. Потому что абсолютно все лекции самых-самых именитых гуру западного интернет-маркетинга всегда строятся по одному и тому же лекалу. Постите классный контент, общайтесь с вашими читателями, бла-бла-бла, а то мы не знали. Конечно, надо постить классный контент, конечно, не нужно постить отвратительный контент. И, собственно, это все, что они говорят. И платная, таргетированная реклама, которая у нас как раз очень непопулярная. Совершенно зря. Она сейчас существует для Инстаграма, для Фейсбука, она работает прекрасно, она давным-давно существует и для ВКонтакте, и для Одноклассников, если вдруг вам надо, и даже для Твиттера. Ну, разве что для Перископа ее пока нет. И, собственно, они таких вещей не знают. это вот такой био-гео-циноз, который возник вокруг ВКонтакте, Инстаграм, наиболее актуальных площадок в России, и вот цветет буйным цветом. Чтобы вы понимали, эти все деньги, они идут мимо самих социальных сетей. Понятно, что на Западе они не приветствуются, потому что это считается не вполне этично. В общем, я хотел еще вам рассказать о том, почему там от 60-70 тысяч рублей будет с вами, в принципе, любой нормальный СММ-агентство или СММ-зондеркоманда общаться, потому что из этих, например, 60 тысяч рублей 30 тысяч рублей загружаются в рекламные кабинеты. Они тратятся на таргетированную рекламу ВКонтакте и в Инстаграм, и в Фейсбуке. В Фейсбуке и Инстаграм это одна система. Чтобы вы знали, вы знаете, что Инстаграм давно куплен Фейсбуком, и, в принципе, Инстаграм это пятая площадка размещения рекламы в Фейсбуке. Шестая – WhatsApp, который пока не используется, будет использоваться совсем скоро. И, собственно, как она выглядит в Инстаграм, вы, наверное, знаете. Как обычный пост Инстаграма, только с кнопкой подробнее либо зарезервировать. И этот пост не появляется в основном аккаунте Инстаграм. В Фейсбуке есть несколько разных форматов. Это тоже либо баннер, либо промо-публикация. То бишь, вроде бы, самый обычный пост, но только серым дисклеймером реклама. Они обязаны это делать просто по закону, так бы и не делали. И еще в Фейсбучной системе рекламы есть совершенно замечательный инструмент, которым не все знают. Он называется сеть аудитории. Audience Network. Звучит совершенно непонятно, что за сеть, какой такой аудитории. А это, оказывается, ну вот мы узнали об этом года два назад, реклама в мобильных приложениях. То есть просто в самых популярных приложениях андроидовских, гугловских и Apple Store-овских. Вот. Там тоже, помните, там, не знаю, вспомните Shazam либо, не знаю, фонарик, да, приложение, которое мы часто используем. Помните, там есть всплывающие окошки? Вот они берутся из фейсбучной рекламы. Давайте вам покажу учебник фейсбучной рекламы. Потому что фейсбук, он становится такой гигантской империи, откуда мы можем размещать нашу рекламу, сколько это стоит, да, забегая вперед, от 500 рублей, это минимальная сумма, с которой с вами начинает разговаривать система, до бесконечности. И, соответственно, у нас в ближайшее время будет охват мобильные приложения андроида и Apple, весь фейсбук, инстаграм, ватсэп, и там, наверное, к году 19-му еще и Oculus Rift. Давайте я вам покажу, где можно обо всем этом почитать. Собственно, самый лучший учебник по инстаграм-рекламе, да и по инстаграм-рекламе, по фейсбучной рекламе находится на самом фейсбуке. Facebook.com бизнес, как правильно пишется, бизнес, либо вот можно сюда еще зайти в Facebook.com ads. И, соответственно, как строится, опять же, цена образования, давайте проговорим, то есть примерно 30 тысяч платится самим площадкам за рекламные размещения, популярный инстаграм-паблики в биржах постов, таргетированная реклама, которая идет на нескольких площадок. Все это ведет либо на вашу страницу в социальных сетях и ваш аккаунт, либо на сайт. И, соответственно, оставшиеся 30 тысяч, 50% бюджета, это то, что распределяется по команде, копирайтеров, SMM-дизайнера, специалиста по таргетированной рекламе и проект-менеджера. В общем-то, и можете понять, что там каждому достается совсем немного. И на самом деле эти 60 тысяч рублей это просто такой прожиточный минимум, это петербургские цены. Я думаю, что в Москве от 100 минимум с вами будут говорить. Но опять же, все зависит от проекта и какие цели вы ставите. Цели в случае интернет-маркетинга они могут все считаться. Это переходы на сайт, это подписчики, это количество комментариев, это engagement rate. Есть такое понятие ER, одно из ключевых в SMM. Это количество лайков, комментариев, иногда репостов, иногда просмотров видео, деленное на количество подписчиков и умноженное на 100, чтобы было в процентах за определенный период времени. То есть, это относительные параметры. Например, engagement rate для Инстаграма наиболее актуально это like rate. Вы, может быть, уже заметили такую особенность, как отличить живой, хорошей, живущей, полноценной жизнью Инстаграм от, скажем так, накрученного. Вот у живого, полноценного, хорошо здорового пациента like rate это 10%. Ну, то бишь, 10 людей из 100 как-то взаимодействуют like rate. Вы, наверное, замечали. 5 тоже неплохо. Если вот 1-2%, то значит аудитория, может быть, и не куплена, но просто она как что-то не алло. Что я хотел сказать, какие чаще всего я вижу недочеты в модных Инстаграмах. Не хотелось бы там как-то критиковать или расстраивать вас, но я довольно много их перелопатил для Биина, потому что готовил на них довольно много публикаций. Сам я не то, чтобы очень сильно люблю их читать, если честно, но я со всеми с ними познакомился. И я заметил, что все копируют одни и те же ходы друг у друга, одни и те же хэштеги копируют, одни и те же тексты, абсолютно одни и те же ходы. У меня сложилось субъективное ощущение, возможно, я не прав, что, например, в петербургском секторе дизайна все повторяют точь-в-точь ходы Нелли Недры, которая здесь выступала. Ну, я прям явно вижу плагиат. То есть все решили, что это стандарт индустрии и больше ничего придумать нельзя. А это совсем не так. Ну, то есть можно вообще рвать все шаблоны легко. По поводу нестандартной визуальной концепции, я чаще всего рассказываю, это, правда, не совсем из фэшн, но про своего хорошего приятеля Женя Аэрохоккея, который первым догадался сфотографировать везде треугольники. То есть был обычный петербургский фотограф, там, переэчдеренный дворцовый мост на фоне рассвета и заката, там, как многие это делают, да, ну, или что-то подобное. Он начал фотографировать треугольники везде в одном и той же пропорции. То есть у него возник узнаваемый визуальный стиль. О нем написал блог самого Инстаграма, instagram.com.blog, можете почитать. Для них-то еще было интересно, что вот это Россия, что в России такое тоже возможно. И, соответственно, сразу перешел в другую лигу, там, рекламируют Adidas Originals и так далее. По поводу еще нестандартной визуальной концепции, тут, может быть, не очень хорошо видно, то, что мы сейчас делаем для TED. Мы решили не вести такой потоковый Инстаграм, обычные мероприятия, а сделали разрезную афишу, где каждый элемент из девяти, соответственно, квадратов, если по нему кликнуть, там дополнительная информация. То есть, если кликнуть на квадрат с YouTube, вот тут мы еще утверждаем эту концепцию, то там будет, соответственно, адрес YouTube-трансляции. Если, соответственно, кого-то из спикеров, то конкретная информация об этом спикере. Ну, вы знаете, что, может быть, вы знаете, может быть, нет. Икея первая в 2013 году придумала как-то с вот этими разрезными квадратами играться. У этого есть большой плюс, потому что это оригинальный, мы сразу выделяемся. Это, в принципе, интерактивный мини-сайт внутри вашего Инстаграм-аккаунта. Минус только в том, что он, получается, навеки застыл, да, и мы никак не можем с ним взаимодействовать. Еще очень интересный кейс был тоже простой, но классный, и он очень неплохо прозвенел. Был у Ламоды и Авиасейлс, была их партнерка. Они придумали детективный нуар-квест внутри Инстаграма. То бишь, как это физически делается? Сначала иллюстратор нарисовал простенький детективный нуар-квест. У знаменитой певицы похитили колье, нужно угадать, кто вор. Тот, кто угадает, тот придет к финальной иллюстрации, где промо-код, его нужно туда-то ввести и получить приз поездка в Венецию. По-моему, это была и что-то там от Ламоды. Соответственно, создается ряд Инстаграм-аккаунтов, они друг к другу перелинковываются. Вы понимаете, что можно же делать линки между аккаунтами. И, соответственно, человек может выбирать, пойти там направо, пойти налево, пойти прямо, или выбрать как конкретного персонажа. Кстати, в Ютьюбе тоже можно делать такие квесты запросто. Помните, там же есть всплывающие аннотации. Многие западные бренды это делают. Была история с зомби-квестом, у нас, по-моему, еще ни одного кейса подобного не было. Это к вопросу, ты-то, соответственно, жене ирококейс со своими треугольниками. Потом его ход не повторил, вдохновился парень, который работает в Яндексе, и он сделал Tier for Beers, такой, может быть, знаете, аккаунт. Он делал все под углом 45 градусов. Сергей Минкин, совершенно верно. Ну и потом много кто еще использовал подобные ходы. Можно, кто-то начал фотографировать круги, кто-то квадраты, и что самое смешное, они каждый раз реально добивались успеха. Просто совершенно органического роста. На мой взгляд, это происходит еще и потому, что здесь происходит радость узнавания. То есть человек листает ленту, давайте поставим на место человека, который это делает, по другому в другом конце провода. Он листает ленту, и тут он видит треугольник, либо квадрат, либо диагональку Сергея Минкина. У него происходит радость узнавания, как у собаки Павлова он делает вот это вот движение, что типа узнал. И за счет этого возникает повышенный лайк рейд. Я, если честно, подобную историю у модных брендов не видел. Но это настолько огромный мир, что, может быть, вы видели, может быть, кто-то хочет рассказать какой-то интересный визуальный концепт Инстаграм, где не просто вещи и не просто модели. Я, когда просто начал исследовать модные Инстаграмы, я вообще часто не понимал, а почему так все плохо с текстами. Мне казалось, что это какой-то птичий язык. Абсолютно какие-то бессмысленные хэштеги, какие-то SS16. Я потом, конечно, понял, что это Spring Summer. Ну, в общем-то, я не... Ну, то есть, что это? Это как будто какие-то автоматические какие-то символы протранслировались, а как там подлежащие, сказуемые, дополнения, какой-то нарратив же может быть связанный. Почему-то понятно, что здесь мы все любим глазами, но обратите внимание, что в Инстаграме давным-давно уже весьма популярен тренд с лонг-ридами. Их читают. Потом еще, если не вместилось, то можно и дальше в комментариях продолжать. Если действительно интересная история, живая, где вы рассказываете о себе, о вашем клиенте, о том, что у вас происходит какая-то бэкстейдж-история, что-то, что стоит за этой красивой гламурной картинкой, которых сейчас вот так вот. Мне кажется, уже все немножко устали. Вот вспомним успех Люмпина. То есть в некотором роде есть, мне кажется, запросы аудитории на некую шероховатость, сырость, какую-то зернистость, может быть, контента, потому что Инстаграм слишком уж лощеный у нас получается. По визуальной концепции сказал, по нестандартным форматом. Разрезная афиша, квест, в принципе, можно придумать что-то еще. Нестандартные конкурсные механики. Что такое стандартная конкурсная механика? Это приз, репост и гивауэй. Наверняка вы о них знаете, мне не нужно вам о них рассказывать. Нужно. О гивауэях можно почитать, почему-то многие считают, что это какая-то супер-вау-штука, которая ваш Инстаграм выведет на какую-то космическую орбиту, уверяю вас, нет. Это круговое продвижение. То есть тот же самый конкурс, грубо говоря, приз, репост, только много брендов компании договаривают, соответственно, приз жирнее и каждый рекламирует у себя. Но это реально стреляло только у крупных брендов, которые, знаете, без гиваев неплохо живут. У них просто призы неплохие. Но тем не менее, просто пользуясь случаем, giveaways.ru это просто неплохой, умеренно неплохой, но все-таки полезный сайт о конкурсах в Инстаграме. Русскоязычный, естественно. И это еще сервис, определение победителей и так далее. Чем мне не нравится конкурс приз случайному человеку за репост? Потому что все-таки не у всех стоят репост апы, и пока Инстаграм не собирается вводить официальный репост. Соответственно, те, у кого нет этого репост апа, тот пролетает. Giveaways, опять же, повторюсь, это далеко не панацея. Гораздо интереснее видеть конкурсные механики, мы их тоже использовали. Первое, когда мы берем какой-то сценарий уже существующей поведения людей и определяем, например, их по хэштегу. Мы использовали, например, такую механику как Relphi, то есть все знают селфи, а есть Relphi, это relationship селфи, когда мы фотографируем себя со своей girlfriend либо boyfriend, то бишь Instagram же у нас ярмарка тщеславия, дамы хвастаются тем, что у нас есть. Много кто так делает, фотографирует себя со своей половинкой, но у нас 14 февраля был такой конкурс и, соответственно, он довольно неплохо стрельнул, потому что мы как конкурс на механику использовали тот сценарий, который люди и так постоянно используют. И еще, что важно помнить про конкурсы, важно, чтобы человек мог принять в них участие примерно за секунды три и желательно один-два действия. Потому что если их больше, сложнее, наиболее частые ошибки с конкурсами, кто первый раз их проводит, они слишком многого хотят от людей. Сочините эссе, рисуйте картину, отсканируйте, выложите, пошлите нам по... Здесь должно быть желательно две-три секунды, тогда просто у вас будет значительно больше охват. Мы же конкурс делаем не ради конкурса, а ради промо-целей, поэтому нам нужен максимальный охват, это 100%. По поводу стори-теллинга, вот есть такое слово, которое, пожалуй, все-таки нет русского аналога, самый интересный и полноценный материал о стори-теллинге у теории практик, у них есть прямо спецвыпуск, специальный такой лонгрид, вот просто запомните стори-теллинг теории практики, вы найдете через гугл, где они конкретно рассказывают, как стори-теллинг строится. Это как раз алгоритм того, как написать длинный текст, который будут читать, который будет здорово работать. Длинный текст у нас может в e-mail рассылку уйти, на сайт уйти, в посте быть, и так далее. По поводу эмодзи, ну, чаще всего сммщик, который ведет инстаграм модного бренда, это девушка, вот, и они всегда очень падки к эмодзи, я, естественно, не сторонник того, что что-то запрещать, но вообще есть ряд исследований, которые говорят, что посты с эмодзи набирают меньше лайков и комментариев, как раз, а не больше, да, в общем-то, к тому же, это давным-давно не так уж, чтобы уж и модно, поэтому я, как бы, не запрещаю, не призываю, но рекомендую подумать о том, что, может быть, без эмодзи ваш инстаграм станет немножко лучше, и еще по поводу хэштегов, дело в том, что хэштеги, особенно в инстаграме, да и вообще во всех остальных социальных сетях, дико переоценены, дело в том, что очень многие люди решили, что это такой новояс элочки-людоедки, когда можно, соответственно, таким образом транслировать свои мысли, ради бога, никто не запрещает, но вообще-то смысл хэштегов для того, чтобы приводить трафик, да, в неограниченный период в будущем, трафик целевой, так вот, дело в том, что сам инстаграм от хэштегов в своем рекламном кабинете отказывается, то есть для нас был некоторый шок, когда мы начали запускать первую таргетированную рекламу в инстаграм, выяснилось, что хэштеги там вообще никак не участвуют, то есть вот этот огромный массив информации самим инстаграмом как корпорации вообще игнорируется, не плевать хотели на хэштеги, которые мы ставим, эта штука, в принципе, никак не используется и нет никаких официальных инструментов изучить, какой трафик людей принес вам конкретный хэштег, это не значит, что, конечно, не нужно их использовать, но совершенно точно не нужно делать свалку из 30 хэштегов лето, зима, инстамут, инсталав, фрайды, тьюзды и вот это вот все. В принципе, то есть люди просто копируют друг за другом, я знаю, что в этом зале большинство людей это делают на самом-то деле, и я просто вам хочу сказать, что ничего страшного в этом нет, но смысла в этом нет тоже, потому что, конечно же, какой-то, ну, ваш фирменный хэштег будет работать, да, многие используют хэштеги, конкретно модные бренды, как удобный каталог по своей же продукции, и это удобно, это, в этом есть смысл, это круто, в принципе, три, ну, максимум пять хэштегов тоже будут неплохим вариантом, просто, как бы, на заре смм в инстаграм считалось, что нужно вот найти, люди составляли специальные Excel-таблицы, выловить вот эти пятьдесят, а то есть сто хэштегов, их все туда влепить, и, соответственно, на вас обрушится счастье в виде огромного количества подписчиков, это не так, ребят, вот, если кто-то готов поспориться, ну, давайте спорим, я могу сказать, что это просто не так, и, ну, то есть это не приносит никакого эффекта, ну, либо он стремится к нулю, но по поводу хэштегов все-таки хотел бы вам сказать, показать парочку инструментов хороших, это раньше назывался WebStagram, сейчас он называется WebStami, просто в какой-то момент, ой, WebStami.me, в какой-то момент Инстаграм зачистил всех, все сервисы, которых было Insta и Instagram, название, и Gram просто, поэтому они стали WebStami, и, ну, кому-то еще нравится Mixagram, он позволяет смотреть фотографии по фотографии, которых было одновременно употреблено два или три хэштега, ну, может быть, вам нужно, это бывает в работе. WebStagram, это, если вы когда-нибудь работали с контекстной рекламой в Яндексе, и, наверное, тогда вы знаете WordStat, да, это исследование запросов, вот WebStagram, это WordStat для Инстаграма, ну, вот если максимально просто и быстро объяснить, для чего он нужен, в принципе, сервис полезный, он страшный очень, там все время вылезает какая-то ужасная реклама, но замены его я пока не обнаружил. Это, что касается хэштегов, конечно, будет здорово, если у вас будет ваш фирменный хэштег, его-то как раз использовать не зазорно и очень даже полезно, мы облегчаем работу тем людям, которые будут что-то искать по нашей тематике, но, опять же, повторюсь, свалка из 30 хэштегов обо всем и ни о чем. Это прием, который на самом деле не работает. Что я хотел сказать о самых эффективных инструментах на сегодня? Можно я сейчас посмотрю, сколько у нас осталось времени? Я бы очень хотел все-таки поотвечать на ваши вопросы, времени у нас осталось не очень много. Это такой хардкор довольно-таки, не думая, что вы знаете эти слова, я хотел бы быстренько рассказать, что это себя представляет. Ретаргетинг посетителей сайта. Сайт сейчас сделать довольно просто. Мне очень нравится платформа Tilda, может быть, вы знаете о ней. Команда теории практик перепродала, по-моему, кому-то свою платформу отличную, остается сервис, и занялись другой историей. Они сделали паблишинг-платформу, то бишь конструктор сайтов нового поколения, где все в стиле современного дизайна, то бишь много воздуха, такой модный параллакс, такие модные листалки, большие шрифты, в общем-то довольно-таки близко к безупречности по стилю, и очень крутые у них шаблоны. Сейчас я вам дам этот сайт. Вот. И, в общем-то, на Tilda вы можете сделать собственный сайт, получается он у вас попросит, если не ошибаюсь, 600 рублей в месяц. Сколько? Да-да-да, чтобы подключить к домену. 15 долларов, да, на сегодня? Там несколько у них есть тарифов, по-моему, это минимально. Окей. Спасибо за уточнение. Это к вопросу о том, если вы думаете, что сайт это долго, дорого и как бы вам не по карману, то, в общем-то, не так. Из аналогов есть Стемпси, которая делала и делает, если не ошибаюсь, команда Lookat Media. как раз для дизайнов людей из мира моды тоже подходит. Ну и есть еще старый добрый Викс израильский. Он не такой модный, Викс ком, по-моему, но зато он хорошо допиливается напильником. Вот, кстати, на Тильду можно прикрутить интернет-магазин, который будет работать, с робокассой и так далее. Но это уже чуть-чуть посложней. А еще по поводу интернет-магазинов есть отличная платформа, работает у нас с Фейсбуком и Вконтакте, с Инстаграмом пока нет, в силу объективных причин. Equit Он, кстати, до, если не ошибаюсь, 15 позиций вообще будет бесплатный для вас. И тоже потом какие-то смешные деньги просит. Это возможно сделать витрину вашей одежды и прикрутить ее, например, прямо интегрировать в Фейсбук страницу вашу. Прямо вот третьей кнопкой. И прямо на нее можно вести рекламу. И Вконтакте тоже. Вконтакте, как вы помните, есть своя онлайн-витрина, но она очень дурацкая. То есть, если кто-то пробовал, то вы, наверное, знаете, что это просто какая-то ерунда. То есть, это не полноценный интернет-магазин, а с Equit он будет полноценным. Так вот, если вы сделаете себе сайт, то вам нужно будет поставить туда коды отслеживания Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм. Для Фейсбука Инстаграм это будет один и тот же код, потому что это одна система. Что эта штука делает? Это такой код-шпион, который записывает айдишники людей, которые заходили на ваш сайт. Айдишники в социальных сетях, соответственно, Фейсбука, Инстаграма и Вконтакте. И потом в любой момент вы можете запустить по ним эффективную ретаргетинговую рекламу. Вы, наверное, видели что-то подобное, например, я не знаю, когда вы заходите в какой-то большой онлайн-магазин, там, я не знаю, Ламода, предположим, потом на других сайтах вас начинает догонять реклама ровно с тем же предметом, который вы хотели купить. Добавили в корзину, но не выкупили. Так вот, на самом деле каждый из нас может делать такую рекламу. Это открытая платформа и цены такие же, как и для всей остальной таргетированной рекламы. То бишь, от 500 рублей мы можем запустить 6 модулей подобной рекламы. Только по тем, кто заходил на наш сайт. У Фейсбука они еще круче сделали, они сделали динамический ретаргетинг. То бишь, мы ставим код, он невидимый, программный код, в хэт сайта на каждую страницу и можно, например, догонять рекламу и получается в мобильных приложениях в Фейсбуке и в Инстаграм тех, например, кто не просто заходил на ваш сайт, например, делал добавить в корзину, либо вот именно этот товар он смотрел, либо, например, нажимал на кнопку контакты. В общем, все, что вы захотите, везде, где вы повесите этот код, это уже чуть сложнее, это нужно все-таки посвящаться с программистом, но все это возможно, код ставится за секундочку, рекламу можете запускать от 500 рублей. Lookalike-таргетинг это то, чем силен Фейсбук, у них на самом деле совершенно шикарная рекламная платформа, он позволяет делать поведенческих близнецов с вашей аудиторией, то есть, если у вас есть, например, база e-mail, либо база сотовых номеров, вы можете ее загрузить туда, и он, во-первых, найдет этих людей в социальных сетях, ему можно показать рекламу, не задорого, а во-вторых, он может найти таких же людей, как они, но не тех. Звучит, может быть, немного непонятно, но это магия, черт побери работы. То есть, например, есть у вас хотя бы 100 подписчиков на Фейсбуке, вот вы можете запустить рекламу по 100 другим людям, которые не они, но они такие же, и они будут, там реально, они будут гораздо сильнее реагировать на ваши послания, причем, это степень близнецовости, lookalike-ности, так сказать, можно регулировать, там 20, 30, 40, 50 процентов это умеет делать Фейсбук. Геолокационный таргетинг, прошу прощения за печатку, то, что умеет, в общем-то, и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм, мы можем показывать рекламные баннеры, рекламные посты, повторюсь, мобильные приложения, посты, баннеры, и там еще баннеров несколько форматов, интерстишл всплывающий, там нативный формат, людям в зависимости от того, где они находятся. Точность на данный момент составляет 800 метров, через какое лето, вот уже давно на самом деле анонсировали, будет 2 метра. То бишь, соответственно, для тех, у кого там локальный корнер есть, и вот конкретная оффлайновая точка, мы можем показывать людям в зависимости от того, что они находятся где-то в радиусе 800 метров, точно зная, что это так, либо часто бывают, и при этом еще из них выбрать, например, только те, кто интересуется, не знаю, минималистичным дизайном, предположим, то есть еще сужать эту аудиторию и бить точно в цель, соответственно, писать им такой посыл, от которого они вздрогнут, и, не знаю, улыбнутся, порадуются и так далее. Про мобильные приложения я уже говорил, есть важный нюанс, к сожалению, Facebook не говорит какие-то мобильные приложения, вот такой там, это из-за закона, такой есть затык, то бишь, мы знаем, что это тематические, например, фэшн-приложения, приложения связанные с дизайном, но какие конкретно, к сожалению, не знаем, знают только пользователи. И еще штука, которую я узнал, последняя, которую мы еще не успели попробовать, но попробовали наши коллеги из Елама, говорят, что она работает просто фантастически, круто, это реклама на конкретных YouTube-каналах. Это я узнал, когда я модерировал конференцию Video Days, была в Москве неделю назад, там я пообщался с официальными представителями Facebook в России, Instagram, это агентство A-Target, официальный реселлер, с официальным представителем YouTube Russia, с официальным представителем Periscope Russia, и в общем-то они мне рассказали все, что я смог с них вытянуть, они мне в лицо рассказали. И в общем, что выяснилось, оказывается, мы можем размещать такие всплывающие баннеры в YouTube-роликах конкретных YouTube-блогеров, хоть супер-пупер миллионников, вообще их даже не спрашивая, потому что дело-то в чем, они в принципе YouTube им не поощряет закрывать им возможность, не поощряет, когда они закрывают эти окошки у себя, потому что там какая история, есть популярный YouTube-блогер, который может быть говорит о моде, ему там, не знаю, грубо говоря, Шанель может напрямую выйти, заплатить ему вообще в принципе на карман, это джинса, это никак не регулируется, сколько он там ему заплатит, и он в своем популярном блоге это прорекламирует, не знаю, Катя Клэп, самый популярный YouTube-блогер в России, но при этом YouTube говорит этой Кате Клэп, что дорогая Катя, ты пожалуйста окошки всплывающие у себя не отключай, потому что мы-то тоже хотим зарабатывать на тебе, ты же все-таки благодаря YouTube дорогая прославилась, Катя такая, ну ладно, окей, я не буду эти окошки закрывать, всплывающие, и соответственно мы в эти всплывающие окошки, вот мы можем выбрать например, там три YouTube-канала, которые нам интересны, и при помощи контекстной рекламы Google, контекстно-медийная сеть, у них есть такая штука, в Катя Клэп размещаться, причем зная точно, что это она, то есть мы можем как-то на самом деле на ней в этом тексте еще как-то хоть поиздеваться, но как-то связать это с нашим брендом, причем мы в принципе можем делать все, что угодно, и это в общем-то стоит тоже 500 рублей на самом-то деле, потому что если вы обратитесь к агентствам, которые работают например, Абрикос Медиа, которым делает этот Ярослав Эльфторговец, либо какому-то другому, они там в принципе меньше 100 тысяч рублей, если у вас, они с вами вообще не будут разговаривать, это очень дорогая история. И я заканчиваю уже, и буду, повторюсь, очень рад ответить на ваши вопросы. Это вот как собственно о чем я говорю, всплывающая YouTube реклама, там Google размещает, и мы соответственно можем размещаться у любой канал, который мы выбрали. Это правда очень сложно технически сделать, но это вполне себе возможно, просто это мало кому известна опция. Вот так выглядит реклама в мобильных приложениях, вот Interstitials, такой всплывающий, немножко иной, но тем не менее, там и другие форматы тоже есть. Тут как мы три девятки рекламировали с Kate Winslet. Что мы можем загадывать, и в принципе делать уже на самом деле не дожидаясь 2017 года, реклама в мессенджерах, в WhatsApp она появится совсем скоро, Facebook уже анонсировал рекламу в мессенджерах, Facebook for business, то бишь мне пока, конечно, не очень понятно, как много людей согласятся получать рекламные сообщения у себя в мессенджерах, потому что мессенджеры, пожалуй, единственное наше интимное пространство, которое осталось. И мы можем вспомнить, как нам не нравится, когда нам в Viber предлагают двухкомнатные квартиры в Москве, в лучшем случае. Да, естественно, это бесит, но она там абсолютно не таргетирована, и то, что мы видим в Viber, это просто совершенно черная реклама, их за это нужно сажать, это те ребята, которые раньше черную смс-рассылку делали. Вот, соответственно, сейчас все мессенджеры изо всех сил думают, и уже, как они говорят, придумали, как это сделать элегантно, потому что это одни из самых популярных сервисов в мире, и пока никакой официальной рекламы там нет, если не считать паблик-чаты в Viber. Во все развиваются каналы в Telegram, кстати, может быть, кто-то знает, есть ли какой-то прям стоящий русскоязычный Telegram канал о моде, дизайне? Может кто-то знать? По маркетинге есть вот один хороший. Скажите, какой он? Окей, я, кстати, не знал. Какой бренд? Круто, спасибо большое за эту информацию. Эпитом. Как? Эпитом. 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 Мы уже первые по, скажем так, это получается, не знаю, МММ, мессенджер медиа маркетинг. Очень высокий процент прочтения. То есть крайне высокий, значительно-значительно выше, чем в Инстаграм, чем в других социальных сетях. Почти все, кто состоит в Telegram канале, читают все, что там приходит. Потому что пуши же приходят. Если контент неинтересен, то они отписываются. Еще очень высокий процент перехода по ссылкам. Ну там не 100%, но опять же коллеги говорят о 80%. Это совершеннейшая фантастика по сравнению с другими сферами. Но еще есть такой способ продвижения, который, кстати, уже вовсю люди используют. Можно же разработать набор стикеров для Telegram. Вы знаете, что такое стикер для Telegram? Это же PNG-шки 512 на 512. Если вы сможете сделать 10 изображений 500 на 12 пикселей в фотошопе в формате PNG, то у вас есть набор стикеров Telegram. Это очень просто. Можно обыгрывать повестку дня совершенно элементарно. Кто-то там делает, не знаю, прославился, стал мемом ролик Шнурова в Питере пить. Тут же одно агентство делает этот набор стикеров и они пишут кучу СМИ сразу. То есть мы генерируем новостной повод. В общем-то очень просто и классно. То бишь вот это уже можно использовать, эту рекламу в месседжах можно использовать уже прямо сейчас и делать это вовсю. Стриминг. Соответственно, у нас Перископ крайне популярен в России, вы это знаете. У нас запустился стриминг официальный Фейсбука. Это Фейсбук Лайв. У нас запустился официальный стриминг, то бишь Перископ с точно таким же интерфейсом у одноклассников ОК Лайв. В этом году наверное ближе к осени анонсируют ВК Лайв. У них уже есть тестовый сайт проект Прожектор, который позволяет делать стриминг прямо в посте ВКонтакте. То бишь пост ВКонтакте и внутри него стриминг. Я еще ни разу этого не видел. Для этого вам нужно скачать приложение Прожектор и делать это хотите прямо хоть сегодня. У них будет называться ВК Лайв. Ютюбовский как бы Перископ называется YouTube они говорят что он будет несколько отличаться и там все будет вокруг ленты новостей и вокруг друзей. Кто еще? В общем все сделали свой Перископ абсолютно и я на следующей неделе проведу свое первое выступление через Facebook Live на украинских врачей я буду вещать. Немножко волнуюсь потому что не очень понятно пока как это работает но вы можете об этом почитать уже на вот этом вот на этой промо странице live.fb.com там кстати есть довольно неплохие советы о том как сделать качественный стриминг вот в общем если вам есть что постримить то вот вы можете сделать не знаю первый модный показ который транслируется на Facebook например с Перископом России несколько такая история произошла досадная довольно трешовая если хотите представить какие нравы царят в большой части этой социальной сети в России зайдите сообщество от Перископа вы там такого видите я гарантирую вам что вы даже этого не просто не могли даже представить а вот получается как бы Перископ Facebook это уже гораздо более солидно и никаких репутационных рисков у нас здесь не наблюдается к вопросу о Перископе они все-таки большие молодцы Перископ на же Твиттеру Твиттер и Перископ это на самом деле одно и то же у них есть целых два российских представителя с которыми можно общаться и договариваться о партнерках как мы делали с галереей первый это Леша Шелестенко Алексей Шелестенко он хоть и живет в Калифорнии но он есть в ВКонтакте и в Фейсбуке ему можно написать у него не закрыто сообщение Алексей Шелестенко и можно с ним договариваться о любых партнерках они будут только рады потому что им сейчас нужны какие-то хорошие кейсы в России и там можно все бесплатно сделать и круто если у вас как бы за вами за вашими плечами какой-то сильный бренд Перископ запустил дрон трансляции есть крупнейшие в мире производители дронов он называется DJI дроны у них стоят от 40 тысяч рублей до 150 тысяч рублей и Перископ уже договорился вот если у вас стоит Перископ зайдите посмотрите последнее обновление там написано что мы поддерживаем трансляцию с дронов и собственно Перископ плата уже встраивается в этот DJI самый популярный производитель дронов на планете также крупнейший китайский гигант Xiaomi который работает на заводах Foxconn который производит всю продукцию Apple анонсировал будет выход 25 мая совсем скоро их дрон за 600 долларов который возможно предположительно порвет рынок потому что у Xiaomi обычно все дешево и очень-очень качественно и собственно тот кто не знаю первый модный бренд который сделает какую-то дрон трансляцию не знаю чего пока доходят дрон не знаю будет по шоуруму летать но как минимум попадет в новости я думаю это будет интересно абсолютно всем это еще пока не сделал никто потому что это прям свежачок-свежачок ну и то что развивается тоже семимильными шагами это virtual reality augmented reality виртуальная реальность дополненная реальность это вовсе не научно-фантастические фильмы это самая что на есть реальность мой вам совет запишитесь на конференцию Avro Days который проводит D-Telegraph в самом центре Москвы Тверская 11-13 июня регистрация абсолютно бесплатна я уже зарегистрировался и приеду в Москву там вы сможете познакомиться с целой сотней людей которые готовы для вас будут сделать любой написать любой продукт для Oculus Rift Vive это сейчас два самых крупных игрока Vive это шлем виртуальной реальности от HTC и Oculus Rift соответственно от Facebook Zuckerberg купил его несколько лет назад и собственно я вовсю сейчас увлечен и пытаюсь ухватить любые крохи информации о VR AR потому что ну я вот вангую что в 2018-2019 году в продвижении виртуальной реальности и дополненной реальности это будет как бы не какая-то модная вишенка на торте а самое что ни на есть вот хардкорный нужный нужный всем способ продвижения вчера я на ночь музеев был в галерее Mars которая любит подобные штуки и там соответственно мы смотрели различные скажем так художественные объекты написанные для Oculus и для Vive там можно было рисовать в 3D реальности с идеями пока не очень да но в общем-то опять же все это более чем доступно то есть вы можете записаться например на эту конференцию которую повторюсь абсолютно бесплатно и сегодня еще таймпэт регистрация у них работала и послушать вообще что происходит и пообщаться с людьми и может быть стать первым модным брендом в виртуальной реальности Avro Days давайте напишу наверное зеленым не очень будет видно так ну вот Dior уже например а в России еще никто это несколько ссылок может быть вам было бы удобно сфотографировать в общем-то я выписал практически все свои статьи вот в виде коротких ссылок для вас я буду рад ответить на вопросы я понимаю что вы наверно уже устали но может быть все таки есть кто-то кто хочет их задать ага возьмите пожалуйста здравствуйте здравствуйте Павел сервис по ретаргетингу повторите пожалуйста значит смотрите ретаргетинг вконтакте здесь есть два игрока серебро и ретаргет секси ретаргет .секси секси это доменное расширение спасибо большое друзья что послышали все тогда бегите спасибо большое друзья я здесь слушайте а я вот слушайте а я вот